Мне кажется, что было бы целесообразно рассматривать бунт как явление не общественного, а природного порядка. Это некая пощечина от народа, пощечина отрезвляющая власть придержащих, которые на тот момент уже забывают, у которых стирается представление о добре и зле, и в каком мире они находятся, которые забывают, как выглядит, в общем, жизнь обычная. Так всегда было, нельзя идеализировать разбойников. Единственный путь разбойника и тем, кто встает на эту тропу, должно быть, это абсолютно понятно, что это четвертование, но это смерть. Разбойник не может остаться в живых. Единственная выгода – это попасть в народную песню. Ну и, естественно, долг представлять интересы народа. Разбойник появляется как, опять же, природное явление в момент, когда власть уже невыносимо терпеть. И да, он действительно становится предшественником некоего Ренессанса, потому что отрезвленная власть начинает как-то принимать это к сведению, что ну недаром же народ поддерживал этого разбойника, недаром эти народные песни звучат, и в них в качестве позитивных персонажей разбойники. Хотя, по сути, кто такие разбойники? Берем Степана Разина, берем Емельяна Пугачева, это были бандиты-кандальники. Но в определенный момент количество перешло в качестве, и людям не было к кому обращаться, кроме как к ним. Они были единственной силой, способной что-то сказать, ну выразить общее народное недовольство. В сути своей, не имеющей ничего, кроме вот этого посыла эмоционального, именно по этой причине и говорят, кровавый и бессмысленный народный бунт, потому что это как волна. И да, Соловей разбойник был прочтен многими, и это закладывалось сюда как своего рода предостережение, потому что такая опасность существует. Вы посмотрите, что творится на улицах. Люди не знают, на что сдачу потратить, в то время как у нас вымирают целые деревни. Я ездил с фотоаппаратом на велике, рядом с дачей, с тещиной. Там от многих деревень один почтовый ящик остался. То, что происходит с людьми на периферии, там не просто феодализм. Это понятно, неосуждаемо, наверное, это нам свойственнее всего, такое феодальность, что ли, взгляд на окружающие. Но совсем забывают, что это люди. Ну совсем. В общем, рано или поздно возникает такой разбойник, который возникает, вот это природное явление, которое отрезвляет власть. Редактор субтитров А.Семкин